Взрывы прозвучали в Харькове около 23.00 2 октября. Путинские террористы сбросили три авиабомбы в двух районах города. Один из ударов пришёлся по жилой пятиэтажке. В доме начался пожар. Рядом горели машины. Людей в шоковом состоянии эвакуировали из пострадавших подъездов. Наташа, возьми маму. Жители дома сразу после удара говорили, что взрыв был очень мощный. Одновременно вылетели окна и начали падать стены. Сначала полномасштабного вторжения России в Украину – это уже второе попадание по зданию. Когда был прилёт, мама ударила рамой из окна. Она очень кричала. Я её успокаивала, она кричала. Мы ещё одну не пережили. В нашем доме был уже прилёт. Это стресс, это шок, это отчаяние, это плач. Сразу вспоминаешь, нет ли кого там. Почула звук выбитых векон. Услышала звук выбитых окон. И потом был очень сильный удар. Такая волна была. Мы сразу побежали в тамбур. Окна повылетали, вылетела дверь, которая была в тамбуре. Она не закрывается. И очень много пыли было. Потому что начали сыпаться стены, потолок. Со мной были родители, был брат младший. Сейчас в шоковом состоянии очень сложно, очень трудно. Пострадали 12 человек, в том числе трёхлетняя девочка. У людей лёгкие травмы и травмы средней тяжести. Ребёнка после осмотра врачей родители забрали домой. А в больницах остаются ещё пятеро пострадавших, рассказали в Харьковской областной военной администрации. Очередную атаку россиян на мирных граждан власти назвали терроризмом. Фактически каждый раз, когда идёт атака управляемыми авиабомбами, есть попадание исключительно в гражданскую инфраструктуру. Это многоквартирные, многоэтажные жилые дома. Российская Федерация подтверждает свой статус страны-агрессора, целью которой является исключительно разрушение и убийство исключительно гражданских людей. В результате обстрела повреждены 47 квартир в трёх подъездах дома. Выбиты 150 окон. Полностью выгорели три квартиры. Роман – хозяин квартиры на пятом этаже. Во время удара он и сын отсутствовали дома. Говорит, плиты перекрытия его жилья обрушились. Жить негде. Из уцелевших вещей осталась лишь пара обуви и тостер. К утру аварийно-спасательные работы в повреждённой пятиэтажке были завершены. Людей под завалами не нашли. Целый день коммунальные службы работали на месте, убирая последствия после попадания бомбы. Жители разрушенного дома до сих пор подают заявление о повреждённом имуществе. Всем, кто остался без крыши над головой, будет выделено жильё в общежитиях. Заверили в городской администрации.